Всем привет! Вы на канале Наша Дача, с вами Татьяна. Сегодня в видео я буду распаковывать вот эту посылку. Видео называется «Неприятный сюрприз от Opt-Hoss», потому что я заказала клематисы на следующий сезон в надежде получить их в сезон отгрузки, как у них написано. Это с марта по май. А они прислали мне сразу, практически через две недели после заказа. Это в октябре месяце. Сегодня у нас какой октябрь? 7 октября. Я забрала посылку с почты. И вот теперь буду распаковывать и смотреть, что же нам прислали. Посылка в этот раз больше, хотя количество клематисов в прошлый раз я заказывала 5. Посылка была в половину меньше. Сейчас я заказала клематисы в размере 6 штук. Посылка такая большая. Надеюсь, что все же там в хорошем состоянии клематисы. Заказывала клематисы я все в этот раз. Третья группа обрезки. Почему третий? Потому что вторая группа не набирает большой объем зеленой массы. Цветки крупные, но лиана не такая объемная, как у третьей группы. Третья группа развивается быстрее, лучше. Цветки поменьше, но цветет обильней. А у меня шпалера 10-метровая, которая отделяет зону сада от зоны огорода. И всего там два клематиса растет, одна плетистая роза. Вот второй группы обрезки клематис там объем никакого мне не делает. И мне нужно подсадить туда клематисы третьей группы для объема. Клематисы уже вижу, что здесь никакой зеленой массы нет. Коробка практически пустая. Наполнена вот этой вот подстилкой, прослойкой. Клематис практически в таком же виде, как и весной. В таком, если не хуже, все сухие, в таком ужасном состоянии. Я даже не знаю, живы они тут, ростки есть, все желтые. Ну, уж для октября можно было что-то посимпатичнее прислать. В общем, надежды посадить их в грунт у меня, конечно же, не было. Но такое высаживать, естественно, нельзя было даже весной. Передерживать я бы все равно их передерживала. Но сейчас мне придется передерживать их не три месяца, а больше полгода. Почему заказала сейчас? Зашла на сайт, и, в общем, мне порадовали цены. Была там скидка 35%, и вот цена клематисов 167 рублей. Два клематиса вот у меня по 167 рублей. Один 181 рубль, 223, 286, 266. В общем, вся посылка с пересылкой мне обошлась 1500 рублей за 6 клематисов. Это вообще, это почти что даром. Поэтому заказала. Ну, вот такой сюрприз получила. В общем, начнем распаковывать. Я знала, что будут передерживать, потому что октябрь, все, они уже, хоть и тепло постоит, уже не приживутся. Купила вот такие вот на Валбарис контейнеры. Весной я высаживала двухлитровые бутылки из-под газированной воды. Мне не понравилось, потому что они, во-первых, круглые, дно у них неровное, вытаскивать тяжело. И они круглые, плохо компонуются друг с другом. Количество большое, места мало. В общем-то, решила я все-таки потратиться. Здесь 5 горшков было, один в подарок. Вот как раз 6 клематисов, 6 горшков, они хорошо встают в ряд. Ну что, начнем распаковывать. Клематис Ханна. Открываем. Клематисы здесь мне не знакомые все. Вот цветовая гамма от белого до фиолетового. У меня на эту шпалеру уже имеется белый клематис, белый и фиолетовый. Поэтому решила я добавить туда клематисов в такой же гамме. Цветы у них не крупные, у этих клематисов, но обильно цветущие лианы. То, что мне нужно. Усню. Вот он он, с такой корневой системой. Так, Ханна. Ну, живой росток есть. Посажу. Посмотрю. Да, что-то не очень приятно. Чюрприз, действительно. Так, а это у нас Литл Бас. Упакованный, как всегда, насмерть. Здесь тоже росток есть. Грунт такой чуть-чуть повлажнее, но тоже такой не очень. Тут вот несколько даже побегов, не сломать бы. Так, Литл Бас. Вставляем. Следующий это Карменсита. Карменсита. Крепоч pobreстики. Л �orte. Крепочными. так кармин сита росток есть такой тоже тощий светленький корень какой длинный тоже живой так кармин сита убираю так этот утопия красивый клематис тоже сухой корешочки побеги я думаю все это жизни способны и саженцы ну конечно осенью хотелось зеленью что-то получить все они думаю отойдут при хорошем уходе и правильной посадки если мы не обломаем эти зеленые побеги так а это у нас принц чарльз у нас уже есть принцесса диана это принц чарльз так 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 а здесь у нас белый принц чарльз Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, у белого еще длиннее борода. Тоже немного подрежу. Вот такой вот один толстый побег. Ну что, вот и вся распаковка. В принципе, клематицы жизнеспособные. Ну, хотелось увидеть что-то другое. Вот теперь нужно их отмочить. Фитоспорини. Вот из-за того, что это разные сорта, нужно еще не перепутать. Каждый подписать стаканчик. И в отдельных стаканчиках будем их отмачивать. Ну и потом этикетки. Вот в оптхоз мне нравятся вот эти этикетки. Мы их вырезаем и прикрепляем к таре, в который они будут расти. И потом делаем из них указатели уже. Когда сажаем в грунт, очень удобно. Они такие симпатичные, написаны хорошо. И под скотчем они не расползаются. Даже под дождем. Ну что, на сегодня все. Всем, кому видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok